Ульяновск Все в 60-е годы прошлого столетия, когда первый секретарь обкома партии Скачилов задумал грандиозное преображение родины вождя мирового пролетариата накануне столетия со дня его рождения. Идея строительства Ленинского мемориала долго вынашивалась и проводились целые дискуссии о том, где все-таки он должен располагаться. Изначально по проекту это то место, о котором мы привыкли думать сейчас, это Волжский косогор. Но на самом деле среди населения, среди научной части общества была идея о том, чтобы разместить Ленинский мемориал не там, а на улице Льва Толстого, чтобы он располагался ближе к дому Ленина. Верховное руководство страны дало добро на использование самых дорогих материалов – гранит и мрамор, алюминий и твердые породы дерева. Мебель для интерьеров главного здания комплекса привезена из дружественных стран, по большей части из Венгрии. А к обустройству концертного зала приложила руку сама министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Именно она предложила такое преобразование универсального зала для заседаний. Загадка Ленинского мемориала – капсула времени. Возможно, разгадать ее удастся лишь археологам далекого будущего. Капсулу заложили в тот же самый день, когда была вбита первая свая. Но по странному стечению обстоятельств ни публикаций, ни черновиков послания потомкам не сохранилось. Не все знают, но на самом деле торжественного открытия могло не произойти. Уже на финальном этапе строительства Ленинского мемориала произошла, можно сказать, большая трагедия. Центральная башня, которая находится на четырех колоннах, начала ползти. И осадка была настолько громадной. По плану она должна была составлять всего 4 мм, а к марту 70-го года она составила уже 8 мм. Спасать проект собралась специальная комиссия. Решено было вбить дополнительные сваи. Однако один из инженеров стройки проверил расчеты. И выяснилось – катастрофы нет, осадка здания в границах нормы и скоро прекратится. Так и произошло, и открытие Ленинского мемориала состоялось в назначенный срок. На торжественную церемонию приезжал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. С этого момента жизнь на родине гегемона Великого Октября совершила настоящий вираж. Появление Ленинского мемориала обусловило изменение экскурсионных маршрутов по ленинским местам, а сам центр стал настоящей туристической меккой. Уникальный музей под сводами здания представляет историю становления советской власти в послереволюционной стране. Уникальность экспозиции, которая представлена в Ленинском мемориале, она действительно, ну как сказать, в том, во-первых, что она посвящена всему периоду жизни Владимира Ильича. То есть это не просто моменту присутствия в нашем городе с тем 17 годам, в которые он родился и рос в нашем городе. Плюс она уникальна также тем, что экспозиция логически соединена с мемориальными музеями. Ленинский мемориал объединяет, кроме своей основной экспозиции, еще три мемориальных музея. Изначально филиал Центрального Ленинского музея, открытый в суровом 41-м, находился в особняке барона Штемпеля. Мемориал развернулся до невиданных ранее масштабов. Пережив непростой период в 90-е, музей, один из немногих в стране, сумел сохранить и экспозицию, и дух своей эпохи. До недавнего времени посетители могли лицезреть, как укреплялась советская власть с помощью рубиновой карты. Шаг назад по временной шкале. И вот он, старый Симбирск. Удивительный мир в миниатюре на диораме за авторством прославленного мастера Ефима Бешалыта. Попробуйте отследить границу между трехмерным и двухмерным пространством. Сегодня экспозиция законсервирована на время ремонта здания. За полвека мемориал исчерпал запас прочности, заложенный строителями. Серьезной реставрацией подверглись как видимые, так и скрытые элементы строения. С удивлением, даже коренные жители города обнаружили под мраморными доспехами стены из красного кирпича. Однако проект перестройки здания в Адриум не прижился. Его можно увидеть лишь на макете. Из кокона строительных лесов Ленинский мемориал выйдет все тем же величественным памятником своего времени и олицетворением духа своих создателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok